В регионе для социально уязвимых слоев населения в этом году будет приобретено 766 квартир. Однако эта мера не решает проблему нехватки жилплощади. К примеру, в Усть-Каменогорске количество граждан, стоящих в очереди на получение жилья, составляет 14,5 тысяч человек. Люди годами вынуждены стоять в очереди на получение долгожданной квартиры. В этой связи возникла необходимость принятия мер для решения проблемы. В целях обеспечения экономического роста в 2024 году глава государства поставил задачу увеличить объемы ввода жилья в эксплуатацию. В текущем году в Восточно-Казахстанской области будет приобретено арендное жилье для многодетных семей, людей с инвалидностью и других граждан и социально уязвимых слоев населения на сумму 13,5 миллиардов тенге. Всего 766 квартир, в том числе 156 квартир по программе «Одноэтажный Восток». Кроме того, начиная с 2025 года, 228 собственников квартир, аварийных и ветхих домов получат новое жилье. На период с 2025 года в ход 2029 года необходимо обеспечить новым жильем 228 владельцев квартир в городах Усть-Каменогорске 180 и в Ридере 48 путем сноса 42 аварийных многоэтажных жилых домов. Это в Усть-Каменогорске 37 и в Ридере 5. Управлением рассматриваются два варианта реализации данной задачи. Строительство жилья через механизм государства частного партнерства. Алгоритмы мы разработали сейчас на рассмотрении. А также предлагаем вариант выкупа жилья для переселения. Чтобы удержать и привлечь квалифицированных специалистов сельской местности, разработан проект программы льготного кредитования на приобретение жилья. Всего имеется 409 вакансий в сферах образования, здравоохранения, ЧАЭС, координации занятости социальных программ. Общее количество нуждающихся в жилье, проживающих в моногородах Ридер, Алтае, Серебрянск, также Зайсаны и Шаманайха составляет 196 человек, из которых 173 человек имеют накопление. Кроме того, в Усть-Каменогорске в очереди на получение жилья состоит 14,5 тысяч человек. Глава региона Ирмек Кощербаев поручил в кратчайшие сроки опубликовать список очередников. Эта мера позволит населению видеть реальные передвижения своих очередей и повысит открытость исполнения жилищной программы. Также Акимобласти поручил обеспечить жильем детей-сирот. Для этого он предложил задействовать представителей сферы бизнеса. По словам Акимобласти, в регионе успешно реализуется социальный проект «Мирэм», направленный на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей. Отметим, на сегодняшний день 117 ребят получили помощь в рамках проекта. Олеся Мбинова, Максат Нигмедов, Алтай Акпарат.